всем привет братишки с вами излом я хотел бы записать на twitch а потом перезалить на youtube мнение по игре doom вот и господи как неудобно и с чего я хотел бы начать у меня тут на грязном листочке написано было о чем писать но на самом о чем читать о чем говорить ой как я волнуюсь в живую уступать это пиздец сказал я на и веду трансляции на твиче так с чего бы начать ладно начну со следующего я никогда не был фанатом дума первая вторая часть которые вышли черти когда они для меня были несколько несколько незаметными потому что я успел них поиграть и но при этом я не проникся всей этой атмосферы которые они себе несли но несли по большей части они в себе механику убийство монстров у вас постоянно появлялось новое оружие которое вы использовали против новых и новых врагов эта механика она действует великолепно и по сей день ну то есть по сути у вас есть методы применения ну скажем так массового геноцида а у игры есть методы противостояния вашему геноциду и возможно способы убить вас это замечательно придуманная вещь на самом деле то есть есть разные враги есть разные типы пушек и герой всегда один у него одинаковое количество хп одинаковое количество брони ну раньше было так сейчас сейчас уже все не так сейчас повсюду есть прокачка есть сюжеты есть вся всякая прочая херня так вот я по большей части был наверное фанатом вольфенштейн 3d потому что вольфенштейн 3d я прошел полностью убил гитлера и мне в тот момент это действительно понравилось так хотел сказать что комментарии я не читаю если кто-то сидит на канале вы уж извините у меня просто запись вот дальнейшая судьба серии doom она меня не сильно порадовала я поиграл в doom 2004 года то есть это doom 3 и могу сказать что эта игра вообще не похожа на первую вторую часть ну то есть там вроде и враги те же самые и вроде некоторые пушки одинаковые но она потеряла именно свою свой такой быстрый темп игра стала похожа больше на шутер там был крутой движок новый и ну скажем так и software они просто выявнулись doom 3 своими новыми технологиями был даже какой-то сюжет вы играли за охранника он шел по мартианской базе получается или по лунной базе херст и мочил всех подряд попала в ад и там в конце убил кибердемона надеюсь ни для кого это не спойлер но в принципе это просто последний мне игра не понравилась вообще никак я знаю что у нее есть куча фанатов которые ну намекают на то что это такой полу хоррор получается потому что она действительно страшная была местами но мне она вообще не понравилась потому что это был не тот doom который был до этого ну я как старый олдфакт считай да ёбугаюсь до всяких вещей таких типа раньше трава была зеленее раньше все было лучше вот но на этом эксперименты не закончились после 2004 года в 2006 году вышел квейк 4 и квейк 4 был блять отвратительный просто игрой потому что там было сюжет оверду хуя как говорится там была настоящая война с какими-то чуваками вы типа прилетаете на чужую планету и там всех херачите в принципе если по сеттингу брать то это соответствует второй части квейка но вторая часть квейка она была намного веселее потому что там опять же была старая система тех именно думовских фишек большая часть разного оружия которые интересно применять действительно интересно и большая часть врагов которые ведут себя по-разному и в каждом в каждой отдельной ситуации нужно доставать определенный вид пушек и лупить разных врагов по-разному то есть для кого-то лучше подойдет дробовик для кого-то ракетница для кого-то автомат или ну и для всех них пойдет бфг но в бфг мало зарядов вот и там даже был финальный босс но в втором квейке а в четвертом квейке это была херня какая-то там сюжетом заполнили большую часть игры но сюжет этот нахер никому не впился потому что я честно сказать не помню про чем я помню момент с гигантским лазером и какими-то чуваками которые со мной идут то есть она стала косить под call of duty какой-то то есть реально тогда были тенденции такие в те времена у всех выходили игры с сюжет и всем хотелось посмотреть больше скриптованных сцен то есть отсюда вот все эти фичи с call of duty капитаном прайсом и все и все этой херней именно вот из тех племен все это появилось вот тогда call of duty еще не был говном таким как каким он является сейчас затем вышла вольфенштейн 2009 года это тот еще кусок говна там тоже попытались привнести сюжет но там уже механика игры то есть старого вольфенштейна который хоть как-то чувствовался вольфенштейн ретро ту кастл ну то есть разные враги и разное оружие это все было вообще проебано там ввели какую-то тупорылую прокачку пушек какую-то механику хождение между мирами бесконечно спавнивающихся фашистов с разными способностями большое количество каких-то кат сцен я у меня такое чувство было что я не играю в игру от it software смотрю какой-то дешманский британский боевик вот про фашистов но про зомби фашистов причем да который называется адский бункер вроде есть такой вот и это это было пиздец как тупо потому что вся атмосфера старых игр было в этом плане проебано и software они как говорится наступили на эти грабли и они повелись за моды они реально повелись за моды а потом когда вышел new order то стало понятно что они на моду подзабили но при этом решили сделать хорошую игру где и сюжет нормальные механики старые соблюдены и скажем так атмосферы хорошая возвращение колдскулу со всей херней как говорится и они не прогадали в этом то есть но у них во время создания new order был такой маленький эксперимент то есть если мы вернемся голдскулу как люди это вообще оценят я думаю и новые игроки new order хорошо приняли и старые более-менее потому что мне new order очень понравился то есть мой любимый wolfenstein это wolfenstein return to castle но new order этого вообще просто замечательно так вот и все таки мы подходим к думу да doom 4 как его называли или просто doom это получается перезапуск но ну старой франшизы то есть будет еще season pass к нему возможно там будет дополнение компании и может быть в следующем там году или в несколько через несколько лет мы увидим еще один doom я честно сказать надеялся бы увидеть quake 5 но чтобы там они опять же вернулись колдскулу они ко всей вот этой сюжетной херни в doom 4 если его можно так назвать там нет сюжета вообще то есть он как бы есть для галочки потому что человеку в нынешних играх чтобы из точки а в точку б прийти нужна какая-то мотивация соответственно сюжет там есть именно для этого если мы посмотрим на механику игры то это тупо голый геймплей то есть чистый чистая механика без всяких заморочек вы получается запускаете doom появляетесь в каком-то саркофаге и в первые секунды начинаете убивать и так до конца игры по сути это все разбавлено разбавлено всякими секретными потому что секретки и раньше были но если допустим какому-нибудь в эльфенштейне вы искали золото в разных секретных комнатах и это прикольно было то она не влияло ни на что то есть вы могли его не искать это просто влияло на ваши очки очки на что лет тоже опять же ни на что вы просто иногда попадали в какие-то секретные места которые действительно классно увидели и от этого вам было не то чтобы радостно это было прикольно потому что раньше никаких ачивок не было и это это было необязательно то есть это было абсолютно опционально вы там могли найти новое оружие какой-нибудь или там наоборот просто боеприпасов много к старому оружию там кучу гранат и когда вот это все вы находили таки о ну наконец я сейчас вот эти гранаты покидаю а то у меня кончились там и понимали что вам будет легче играть следующие там допустим минут 10 потому что у вас полный боезапас это было прикольно сейчас если вы идете в игре дум то ну допустим на высокой сложности вам обязательно нужно прошарить все секреты которые в ней есть потому что без них ваш персонаж не будет настолько мощным и соответственно вам нужно находить все секреты которые есть в игре это напряженно честно сказать потому что это немного отвлекает от основной задачи основная задача у вас убивать демонов как бой с демонами происходит вы выходите на какую-то аренку везде закрываются двери чаще всего и вы оттуда не можете выйти пока всех не перебьете то есть по сути вы играете в такой tower defense только башней являетесь вы его еще и суки бегаете у вас куча всякого оружия вы соответственно пытаетесь помощью этого оружия монстров убить если у вас получается всех монстров убить вы идете дальше если у них получается у вас убить ну вы соответственно респаунитесь если ну там еще есть хардкорный режим то есть одна жизнь и у вас хп отнимают только так я бы в него играть не стал потому что потому что игра очень вертикальная то есть если я играю в какой-нибудь гримдаун то меня там может разве что не мизидас фаншот или последний босс а если я играю допустим doom новый то я могу упасть в пропасть вот в гримчанском допустим это изометрическая rpg я никуда упасть не могу то есть меня могут только убить в данной ситуации я могу просто тупо по своей ну криворукости упасть куда-то и сдохнуть в таком хардкорном режиме мне что-то играть неохота даже если я выдержу там несколько раундов с монстрами это будет пиздец как тупо на самом деле так что еще можно сказать сюжет как я уже сказал он есть но он для галочки и он реально там не нужен ну точнее он нужен как бы но он и не нужен это просто ультра насилие вы несетесь по марсианской базе и убиваете всех демонов которых видите меня демоны очень порадовали потому что это реально старые враги из старые игры из именно дума 2 не такие тупые зомби как были в дум третьем наверное хотя они такие же тупые есть там такие но они здесь являются действительно мясом а не какой-то штукой который пытается вас напугать и игра она не такая темная как дум 3 то есть вообще нет фонарика допустим никакого тут игра больше красочная если дум 3 он таких темно-красных тонах весь выполнена то дум 4 он выполнен таких ярко оранжевых тонах полностью и вы здесь скажем так в темноте не заблудитесь и вас никто скримерами пугать не будет это все фигня для вас главное это развлечение это убийство демонов разными способами и выживание потому что выживание в этой игре если вы на высокой сложности играть она очень важно как хп восстанавливается ну хп восстанавливается выбиванием здоровья из ваших врагов допустим также вы допустим и патроны можете восполнять меня порадовало все меня порадовало даже для системы добивания хотя честно сказать она немножко выбивается но из основного скажем так представление о думе но я думаю это нормально нововведение вот мультиплеер есть мультиплеер я бы наверное такой купил рублей за 500 но он похож на квейк 3 тимарена очень сильно похож но при этом он медленнее раз в два потому что я помню как в квейк 3 тимарена я забегал в какую-нибудь локацию ну в смысле из-за угла вылазишь тебе сразу в ебало прилетает короче из ракетницы тебя ваншотает нахер и все и ты подыхаешь и ты думаешь вот это я понимаю динамика здесь тебе нужно допустим два раза в ебало из ракетницы ударить и это динамику уменьшает раз в два потому что здесь хп у врагов побольше бегают они немножко помедленнее и это наверное даже лучше то есть это больше скилла в себе несет хотя какой в жопу тут может быть скилл тут просто бегаешь с ракетницы ебашишь разные стороны вот ну по большей части мультиплеер я бы не сказал что он сделан для какого для каких-то скилованных игроков то есть я не думаю что по нему будут проводиться какие-то там соревнования нет он сделан чисто по фану можно превращаться в демона это было введено какими-то фанатскими аддонами еще в старых версиях игры то есть в старом квейке наверное я не знаю или в думе третьем или где-то в этом было введено нет скорее всего не в думе вот но здесь это то есть здесь можно превращаться в ревенанта в барона еще в кого-то там вот такие дела стоило ли эту игру покупать я считаю что стоило потому что меня она действительно порадовала но я могу сказать вам что я с нее устаю то есть я запускаю дум играю где-то час-полтора я понимаю что я насытился все блин мне больше крови не охота я устаю реально бегать и мочить всех подряд и когда вот меня действительно отпускает так все на сегодня хватит завтра возможно еще одну локацию принесу но еще один раунд сегодня с меня хватит вот покупал я ее в магазине g2a это не реклама это просто факт о том что я сэкономил сколько там 100 за 1815 рублей получается взял игру ну сэкономил почти 200 рублей 185 175 нет 180 до 188 85 рублей я сэкономил от основной суммы жили покупки игры нет не жалею мне она понравилась очень даже сильно понравилась я надеюсь что у них продолжится подобная тенденция то есть вольфенштейн мне понравился вольфенштейн не ордер вольфенштейн old blood понравился и doom 4 если они сделают еще и квейк таким же допустим новые а мало ли вдруг они его аннотируют тогда будет вообще замечательно я рад что id software прекратила скажем так тянуться за моды и ушла в свой старый old school потому что вся эта мода пошли они в пизду эти ебаные химстеры old school который нормально работает его ломать не надо его нужно немножко дорабатывать возможно сделать делать более казуальным чуть-чуть и делать более удобным в плане интерфейса именно то это вообще замечательно вот такое мнение наверное у меня по игре doom всем спасибо за просмотр я про нее то и почти не рассказал я рассказал о всем в целом всем спасибо за просмотр и всем пока у меня получилось